Да, очень хорошие перспективы. Единственное, говорю, пугает вообще объем работ, который нужно в этом направлении провести. Это людей уже не так пугает. Может быть, нам скоро нужно будет ходить в масках, как в ковид, только уже с другими целями? В принципе, вопрос тогда, можно ли разрешать интернет людям. Всем привет! В этом выпуске цифровой двойник для медицины, закрытие фонда ВВВ, прокачка умных очков, негативная динамика экспорта. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, ведущая, Стаси Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Артем Швидкий, независимый эксперт в области центров обработки данных. Всем привет! Алена Герасченко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет! И Сергей Тюмин, член Молодежного совета Координационного центра домена ФРУ РФ, ведущий специалист отдела Организации научно-исследовательской работы студентов МТУСИ. Всем добрый день! Итак, наша первая новость. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета совместно с коллегами из других вузов и медицинских организаций России создают цифрового двойника человека, чтобы прогнозировать патологические изменения после болезни и травм. Ну, как будто бы аналогичная новость уже появлялась в 22-м году. В Сеченовском университете создавали цифровые двойники для кардиологических и онкологических заболеваний и исследований в этой области. И даже в 21-м году была новость о цифровых двойниках врачей. Мы сегодня живем уже в эпоху цифровых двойников, но если посмотреть последние статьи, в основном речь идет о предприятиях цифровых двойников и городах. И, насколько понимаю, если говорить по сферу медицины, то все как будто бы осложняется персональными данными пациентов, этическими проблемами. Давайте обсудим эту новость и правда ли, что цифровая трансформация невозможна без использования цифровых двойников. Можно я начну, да? Ну, ребята вообще очень кардинально подошли к тезису двойник. Они предлагают прям копировать органы, части тела и прочее, и создавать цифровую копию. Вот. На самом деле интересные перспективы у такого проекта. И пугает, конечно, объем необходимой работы, которая для этого нужна. Одно дело, например, оцифровать, ну, как-то диагностическая карта, а медицинская карта человека. Вот. Ну, там будет отдельная проблема, наверное, разобраться с почерком врачей. Вот. Но, тем не менее, это чуть попроще будет. Вот. А если, я так понимаю, идет вообще информация полностью про человека, как он есть, что он из себя представляет, вот, то, возможно же, это нужны, там, даже в идеале какие-то 3D-копии вообще, там, человека, его органов. Ну, это помимо всей вот этой информации о его просто простых показателях. Вот. С другой стороны, это же какие перспективы для различного биохакинга, если вот это вот делать по каждому человеку, да? То, там, ну, не знаю, человек, как захочет себя прокачать, будет вся информация, по которой можно будет сказать, можно или нет, да, вот, или как чате подсказывают, а потом, ну, целиком напечатать. При этом, как мы уже тут недавно говорили, что, в принципе, и человеческий профиль по его, там, переписка можно составить, да, то есть, вообще, вернуть человека обратно, вот. Поэтому, да, очень хорошие перспективы. Единственное, говорю, пугает вообще объем работ, который нужно в этом направлении провести, потому что человек, это, ну, там, ну, даже не машина, да, там, кратно сложнее, вот. Вот, поэтому, конечно, нас сейчас ждет очень много новостей на эту тему, вот, поэтому интересно, будем наблюдать. Да, как ранее говорил Стася, это уже, на самом деле, не новая новость, то есть, это было и ранее, и Сеченовка этим занималась, и у Сириуса были подвижки в создании искусственного сердца, именно модели. И все начиналось еще где-то, реально, в 20-21 году, когда был ковид, и большая нагрузка на врачей налетела, то есть, и тогда начали разрабатывать искусственный интеллект для врачей, которые будут им ассистентами и помощниками, то есть, и тенденция такая есть. Единственное, что все это время модели делали именно органов, не всего человека, а именно органов, и вопрос именно, да, как раз-таки по объему работы, то есть, как ребята с этим справятся. То есть, каждого ли человека они будут полностью сканировать, сможет ли человек это себе позволить, или они будут смотреть, то есть, у них будет какой-то пол болезни, и они будут на них опираться, это будет, как вот, скорее, помощник для них, нежели это будет прям полноценное решение. То есть, как вот такое, третий судья между, там, одним врачом и вторым врачом, между ними нейросеть ставится, тогда да, тогда это может помочь. Да, у меня в целом комментарий такой, что персональные данные, которые обрабатываются в рамках каких-то медицинских исследований, создания цифровых двойников, они также являются врачебной тайной. И, к сожалению, там, где у нас наблюдается стык между персональными данными и разными видами тайн, регуляторика довольно размытая, вот, поэтому, возможно, потребуются глубины проработки со стороны Минздрава совместно с Роскомнадзором в этой части, и только тогда получится как-то запустить функционирование вот этих цифровых медицинских двойников. Но пока что это преждевременная история, и она требует явного уточнения. Ну, да, судя по новости, это как будто будет обобщенная модель, то есть не конкретная привязка к пациенту, а просто вот для исследований в целом. Но посмотрим, куда нас заведет дальше эта эпоха цифровых двойников. И, кстати, вот по самому понятию цифровой двойник, как будто бы оно везде разное, да, и все по-разному относятся к формулировке этого термина. И вот цифровой двойник врача, например, который упоминался в 21-м году, это вообще какая-то третья история, это просто как будто бы ассистент голосовой или какой-то виртуальный ассистент. То есть это не совсем цифровой двойник с точки зрения моделирования процессов и там сбора больших данных. Ну, будем наблюдать. Перейдем к нашей следующей новости. Двое студентов Гарварда доработали умные очки, способные за несколько минут собрать полное досье на любого прохожего. Имя, адрес, номер телефона и даже данное семье. Создатели проекта не раскрывают код и подчеркивают, что их цель показать, насколько опасными могут быть такие технологии в руках обычных пользователей. Ну, как будто бы мы сами в соцсетях публикуем излишне много информации о себе, и мы можем пробить человечка по базам социальных сетей и узнать информацию о его семье и лучших друзьях. Да, даже такое есть в определенных разделах на наших страничках. Ну, вообще, какие потенциальные последствия использования подобных устройств в массе, и какие меры могут быть предприняты для предотвращения их использования в злонамеренных целях? Может быть, нам скоро нужно будет ходить в масках, как ковид, только уже с другими целями? Ну, я посмотрел эту новость, и, судя по комментарию ребят, они не создали ничего нового, они объединили именно алгоритмы уже существующего, то есть они подключились к серверам, которые есть, к каким-то услугам, которые уже есть. Они просто их объединили в очки. То есть, если эта новость кого-то подоражит, то, наверное, скорее всего, из-за слова именно очки, что это выставляется у нас там в глаза, и нам не нужно делать какие-то лишние движения. Но если бы это, допустим, было в телефоне, мы бы просто отключил человека в окладу и начали искать какую-нибудь информацию о нем, то это людей уже не так пугает. И люди даже не задаются вопросом, а мониторят ли их там камеры в метро или еще что-то. То есть они то же самое делают. То есть сама новость, она, конечно, не очень страшная, как мне кажется, потому что наши персональные данные и так уже везде есть. Просто ребята показали, что можно сделать вот такой вот набор модификаций для очков, который будет использоваться, может быть, даже не совсем честно, то есть добросовестно. И вот это уже страшно. То есть, в принципе, вопрос тогда, можно ли разрешать интернет людям. Ну, я тут с Сережей соглашусь. На самом деле, если эта опция рассматривается в рамках какого-нибудь корпоративного использования, то есть когда правила доступа есть к этим очкам, когда цели использования этих очков, они определены, и в целом человек осведомлен о том, что его считывают с помощью этого устройства, то это кажется как будто бы и нормально. Правда, опять же, возникает вероятность обработки биометрии в таком случае, потому что через очки мы видим совокупность каких-то физических элементов, которые позволяют полностью идентифицировать субъекта. А у нас все-таки вся идентификация осуществляется, если в автоматизированном смысле, то только через единую биометрическую систему. Как будут очки втаживаться в единую биометрическую систему, не совсем понятно. Но это если говорить про российские реалии. А второй аспект, который меня лично волнует, это все-таки вопрос вторжения в частную жизнь субъекта. То есть если это не корпоративное использование, а просто рандомный человек идет по улице в этих очках и смотрит у тебя, как ты там стоишь и покупаешь батон в каком-нибудь ларке, в магазинчике, хочешь ли ты, чтобы тебя в этот момент еще как-то идентифицировали. И батон это в лучшем случае, что можно покупать, и когда тебя могут определить как личность. Вот это тоже беспокоит. И Конституционный суд, например, очень чутко относится к этой теме и вообще рассматривает любое использование, в том числе через призму Уголовного кодекса. Недавно было постановление, кажется, которое оценило допустимость использования родителям прослушивающего устройства на телефоне ребенка. Приложение для прослушки абсолютно легитимно. Оно, по-моему, даже сертифицировано, оно разрешено юридически. Но при этом, когда ребенок находился в зоне с другим родителем и родственниками, аспекты частной жизни вот этих родственников, они тоже попадали на эту запись. И человек был признан ответственным по ст. 137, по-моему, Уголовного кодекса за вмешательство в частную жизнь. И вот боюсь, что использование очков – это что-то из этой серии. Что если кто-то из нас с вами захочет вот так вот выйти на улицу и насобирать информацию о проходящих, а потом еще дать этому огласку или, может быть, как-то использовать это конкретно в юридической значимых целях, то это можно классифицировать и как уголовную статью, что не очень хорошо. Да, на самом деле интересно. Ну, во-первых, казалось бы, да, при чем здесь очки? Ну, речь все-таки, да, про обработку персональных данных, как они есть. Вот. Но, во-вторых, есть у них, да, такая опасность, то есть можем ли мы доверять разработчикам неких систем, которые, ну, показывают нам, в принципе, частную информацию о других людях. Вот. То есть нет ли в них какой-нибудь закладочки, какой-нибудь бэкдорчика или специальной функции, которая, например, всю собранную нами информацию тоже куда-то отправляет. Чем это опасно? Мы сейчас вот на улице встретили какого-то человека, да, получили о нем информацию. Значит, система знает, где этот человек был там, в какой момент времени. Если таких очков будет не 100 тысяч, а миллион, да, то есть, получается, мы, в принципе, можем отслеживать местонахождение даже банально по этим очкам, ну, всех людей. И я даже, наверное, не сомневаюсь, что разработчики таких очков эту информацию будут собирать, потому что она тоже интересна, она тоже стоит денег, ее тоже можно уверенно продавать. Вот. Это, ну, то есть касаемо конкретно данной технологии, именно связи с очками. У нее появляется еще один, ну, как, вектор атаки, не знаю, как его можно назвать, да. Вот. Как от этого защититься? Ну, Татья сказала про маски, да, или, знаете, сейчас модные становятся квадроберы, которые там, ну, в кошачьих масках ходят по улицам. Вот. И тогда ничем вам этот сбор информации не поможет. Я как бы не то, чтобы пропагандирую, но, знаете, возможно, ребята знают и думают немножко больше. Вот. Ну, как-то так. Да, они уже готовятся сегодня, в завтрашний день. Да, да. Не все могут. Не только лишь все. Да. Но вообще я вспомнила, что еще на всяких там, ну, условных Алиэкспрессах нельзя заказывать устройства, в которых есть там скрытые камеры и вот подобные вещи, как будто бы эта история уже беспокоит несколько лет. Ну, потому что есть там ушные палочки с камерами, которые можно указаться в ушах и, собственно, смотреть, что там и как. Вот. Ну, в общем, такие устройства в определенный момент времени, не спрашивайте, почему я знаю, вот, они перестали быть доступны для заказа. И аналогичные истории тоже. Возможно, очки именно, там были конкретные в этой новости очки, не буду озвучивать, я думаю, что все слушатели могут посмотреть, кто их выпускал и разрабатывал. Собственно, может быть, они тоже попадут под эту историю. Ну, вот эти очки, по сути, что это? Это устройство сбора информации, так? А если это сбор конфиденциальной информации, все-таки, как коллеги уже сказали, да, персональные данные, то понятно, почему такие устройства пропадают с рынка, потому что у нас есть СУСТЭК, да, который в том числе курирует эту историю и следит за сертифицированными устройствами. Вот, поэтому, мне кажется, в ближайшей перспективе официально на рынок они у нас не выйдут. Ну, это должна быть какая-то проработка. Ну, вот, да, так что пока что не запасаемся масками. Ну, тут интересно, тут речь все-таки идет про, именно как сбор информации, да, это все-таки, ну, то, что запрещается Алиэкспресса, это там устройства, в которых данная функция не задекларирована. Ну, грубо говоря, там часы со встроенной камерой, да. Они вроде часы, раз там есть камера, значит, к ней уже вопрос, или как вот эти были маячки с GPS-ами, да. А, там были встроенные микрофончики еще, вот, это из-за этого микрофончика их всех на таможне задерживали, потому что, ну, то есть, это вроде как маячок, да, тогда вы не должны собирать информацию. Если же это будет, как, например, гарнитура для ARC, что, например, уже есть WIP, то тогда, ну, ни под какое регулирование в таком случае, ну, раз она для этого предназначена, она уже вроде как не подпадает, то есть, вроде можно. А потом уже дополнительно разные там умельцы, разработчики, они к ней, ну, грубо говоря, разрабатывают некоторую прошивочку, там, или приложение, если речь про приложение, да, которое уже все вот это вот будет делать. И вот тут тогда вопросы защиты становятся еще более, наверное, сложными, вот, но не менее актуальными, тем не менее, конечно же. Вот, и вот тогда, то есть, проблем меньше не становится из-за того, что есть надежда на какое-то регулирование. Перейдем к нашей следующей новости. The World Wild Web Foundation объявили в открытом письме, что они закрывают свои виртуальные двери после 15 лет работы над тем, чтобы сделать интернет более безопасным и доступным. Собственно, если открыть сайт фонда, то мы сразу увидим слоган Fighting for the Web We Want. Неужели борьба закончилась? И как вы думаете, необходимо ли разнообразие фондов и других организаций для поддержки развития интернета или достаточно каких-то отдельных ключевых? Ну, давайте начну я. Вроде как ребята заявили о том, что они выполнили свои основные цели, которые они ставили, то есть, они не просто так закрываются. С другой стороны, последние года-два они точно работали с севы убыток, то есть, и такая вероятность есть. С третьей стороны, у них есть какой-то отдельный проект, где они хотят преуспеть, то есть, с 15-го года они разрабатывают там децентрализацию личных данных со своими профилями онлайн у людей, и лучше, наверное, следить за этим. Они объявили, что помимо них есть много других организаций, которые занимаются этим же самым, и они в целом довольны результатом, то есть, когда они занимались этим, начинали заниматься 15 лет там назад, интернет по всему миру было где-то 20%, сейчас они говорят, ну, уже 70% интернета во всем мире, то есть, дошел до людей. То есть, в целом они довольны, в целом они молодцы, и нужно следить за ними там дальше. Да-да, вообще переход на следующий этап, ну, даже Тим Бернерсли, это не единственный его проект, который он возглавляет, то есть, они закончили World Wide Web Foundation. Ну, сейчас про него отдельно можно бы сказать. Вот, они закончили, они сейчас активно занимаются Solid-ом, это что-то вроде такой, ну, как централизованного хранилища данных, которому каждый человек только имеет доступ, ну, если так, очень непрощенно сказать, вот, ну, то есть, это только к своим и может их предоставлять. При этом, при всем, например, вместе с этим, со всем, они еще развивали W3C, ну, в рамках которого они различные там протоколы работы интернета и прочего развивали. Вот, а касаемо работы World Wide Web Foundation, на самом деле изначально-то его цели вроде как не очень были понятно описаны и звучало это изначально, как будто какая-то попытка, ну, получить еще денег на развитие интернета, да, в целом вот, потому что там в одном из первых интервью, вообще, Тим Бернерслив заявил уже, что он хочет сделать в интернете только правду, а неправду помечать, что она неправда, вот, ну, в наше время это стало совсем размытым понятием. При этом, при всем, да, цели увеличения численности они достигли с 30 до 70 процентов, насчет безопасности вопрос, ну, как они в этой области на самом деле много чего делали, но стало только хуже не из-за них, а в целом из-за развития интернета, вот, то есть, ну, и, понятное дело, новые вызовы и данная организация, то есть, в текущем виде, без конкретных, понятных направлений, целей и прочего, ну, то есть, все, что ей должно присутствовать, она уже стала, наверное, не такой интересной самим, ну, самому основателю, вот, поэтому, собственно, и заявили о закрытии. Мне кажется, я думаю, как-то так происходило. Ну, я вдогонку дополню, наверное, Артема. В целом соглашусь, да, что та же цель по обеспечению безопасного пространства сети интернет, она оказалась немного недостижимой в современных условиях, ну, то есть, когда начала проходить сегментация, суверенизация, вот это вот все, получается, что, как бы, такой глобалистский взгляд на безопасность интернета, он отжил свое, канул в лето, поэтому в этой части работа компании, как бы себе, фонда всегда не оправдывала больше. Поэтому логичное завершение, но на смену этому должно что-то новое прийти. И если, как Артем говорит, это отработка какого-то вслода, да, то в свете того, что у нас наблюдается тенденция накопления данных на какие-то мощности, это вполне себе естественный виток для этой организации. Виток развития. Если правильно понимать, то Solid — это протокол, получается, да, который будет открытый, детерализованный, или это что-то про Solid? Артем, вы не могли бы немножко... Да, они это называют протоколом, вот, соответственно, ну, как протокол, некий набор, наверное, некий набор протоколов, стандартов, которые они хотят использовать для хранения данных человека, да, вот, то есть в рамках концепции World Wide Web вообще, ну, изначальной, за которой Тим Бернсли отвечал, не очень понятно, вот, но это, возможно, просто смена направления его интереса, а не, что он продолжает действовать в рамках этой концепции, вот, то есть он, ну, немножко уходит в сторону безопасности уже, поэтому куда-то привязывать к интернету это сложно, это больше как такой, ну, наверное, даже некоммерческий проект, вот, то есть, ну, какая-то некоммерческая организация, которая занимается, ну, одна из которых занимается там повышением безопасности интернет, как есть организации, которые вот сейчас разрабатывают протоколы для, там, защищённых каналов связи, кодов блокировок, да, то есть такие некоммерческие организации тоже есть, они существуют, там, ну, спонсируются различными заинтересованными лицами, вот, и здесь, наверное, такой же, такая же идея, такой же подход, вот, и, ну, имеет, имеет право на жизнь и интересно посмотреть, да, что из него произойдёт. Будем наблюдать. Большое спасибо за ваши комментарии и наша последняя новость. «Динамика экспорта российского софта негативная», так рассказал Русофт. Если в цифрах, то 22-й год — это снижение на 20%, в 23-м на 30 — это в долларах США. Однако в объединении надеются, что ситуация стабилизируется. Ну, думаю, понятно, какие факторы в указанном периоде повлияли на падение спроса на российское ПО. Как вам видится, как скоро возможно стабилизация ситуации, и какие новые рынки сейчас рассматриваются в качестве потенциальных для такого роста? Я могу, наверное, попробовать сказать по опыту. Это не совсем аргументированно получается, вот. Но что я наблюдал, в принципе, там, за последние как раз вот эти вот пару лет. Очень много с рынка, с российского, ушло компаний, которые являлись дочками каких-то зарубежных больших компаний. Там, ну, по одному Питеру, знаю, да, части компании Dell, там, тот же самый с Adobe, то, что было, офисы разработки Intel. Ну, то есть большое количество компаний, да, они имели российских дочек, которые работали на, ну, грубо говоря, на свою материнскую компанию. И, в общем-то, этим они показывали прибыль, причем прибыль была по большей части экспортной. Вот, то есть, ну, во-первых, могу, наверное, констатировать, что и уход на этих цифрах очень сильно отразился, потому что, ну, они реально очень много именно экспортировали, вот, как будто бы софта из России. Во-вторых, еще что могу сказать, если мы говорим, ну, про какой-то конкурентно способный российский софт, я просто вот так подумал, наверное, это в первую очередь будет программные продукты, касаемо обеспечения безопасности. Да, новости про это тоже было. Вот, касаемо обеспечения безопасности. Ну, там небезызвестный Касперский, тот же самый Positive Technology, да, это там больше уже международные даже бренды, чем внутрироссийские, вот. Да, и, то есть, это можно сказать, это можно сказать, то есть, ну, вот эта область выступит драйвером рост, потому что в остальном все области, они у нас сейчас хоть активно развиваются, они больше нагоняют, то есть, замещение того, что было потеряно, там, что ушло с российского рынка, да, то есть, ну, им нужно еще, ну, долгое время, чтобы дойти вот до какого-то международного уровня, ну, не говоря уже про экспорт продукции. Вот, поэтому, ну, да, на данный момент выглядит так, что падение, в принципе, есть, и оно, наверное, даже должно продолжиться, вот, ну, до какого-то момента, когда, ну, во-первых, эти компании дорастут до уровнях международного, и, во-вторых, когда с вопросом безопасности, ну, вот, на международном рынке станет чуть-чуть более свободно работать, ну, когда внешняя ситуация немножко применяется, ну, тогда, да, можно будет про это говорить, вот. Ну, это вот так вот, мое видение, как-то, почему это могло быть, оно аргументировано лишь на примерах и отчасти. Да, как будто бы интересно, я понимаю, что санкционное давление и все в этом духе, но что, как раньше мы софт экспортировали, какой у нас драйвером таким и фронтирный, да, какой-то продукт, который мы могли экспортировать до этого. Это, наверное, правда только... Касперский, конечно. Да, Касперский. Ну, я, кстати, с Артемом соглашусь. Средства защиты информации действительно, они на уровне, и глобальное сообщество о них знает, использует. А вот другое, прикладное по какой-нибудь, вот, яркий пример доски МИРО, да, они начали ограничивать свой доступ корпоративный в России, и мы сейчас в университете тоже с этим столкнулись. А чем же их заменить? И вышли на два решения, от ВК, Мэйл, да, и от Т-Банка. И оба решения, ну, пока что оставляют желать лучшего, они на фроде, да, если говорить про ВК-доску, то в целом она чем-то похожа на МИРО, но такое прям дублирование, наверное, функционала, можно и перенести все из МИРО в эту доску и пользоваться ей. Может быть, у нее будет потенциал конкурировать на международном рынке с этим продуктом. А вот Т-Банк, у них пока что даже нельзя пользоваться этой доской с телефоном. То есть, как бы, у них это только разработка, что будет дальше, как они ее улучшат, посмотрим. Но тоже, может быть, станут конкурентными и выйдут на рынок глобально. Да, спасибо. А вот, кстати, интересно, как считать, вот если изначально вот та же МИРО, они были созданы, там, по-моему, даже чуть ли не в Перми, да, российскими разработчиками, и Engines, но теперь эти компании далеко не российские. Мы патриотично все равно считаем, что это наше ПО? Или как мы к этому относимся? Или вы к этому относитесь? Не считая нашим, просто таких, на самом деле, очень много компаний, вот, в корпоративном секторе тоже очень много. Там те же решения по хранению данных, да, ВИМ, вот, с Эдобом, недавно история была, что же выросли из России, но все, как бы, ну, связи разорваны, значит, ну, было продано, связи разорваны, значит, все, оно, в принципе-то, перестало быть российским, потому что, ну, ни по какому критерию российским-то сейчас уже не отнести, к сожалению. Это, конечно, вопрос не в эту статистику с экспортом, просто вот интересно, мы часто это упоминаем, вот, и немножко с сожалением, да, что мы упустили такие креативные и интересные проекты. Да, я никак не могу дать слово Сергею. Сергей, прошу прощения. Да, я соглашусь с коллегами, то есть мы сейчас в процессе реорганизации, то есть, с одной стороны, те компании, которые хотели быть международными, они уходят в международный больший рынок и разрывают контракты с Россией, то есть, поэтому они убывают, а те, которые хотели работать на российский рынок, они, наоборот, углубляются в него, то есть, на том же примере Миро, одно приложение уходит международное, на него приходят сразу четыре сервиса, которые пытаются его заменить, то есть, и все именно говорят, давайте вы перенесете из Миро в нас, то есть, помимо этого всего, и Яндекс там сделал какой-то свой хакатон, после которого они сделали свою доску, МТС Линк сразу предлагает что-то еще, и вот у нас есть остальные тоже. Да, да, это правда, ждем еще Notion, по крайней мере, я. А вообще про потенциальные рынки, ну, в основном, конечно, все указывают в аналитических статьях страны BRICS, да, ну, я думаю, что тут тоже все, в принципе, предсказуемо и понятно. Спасибо большое за ваши комментарии и за эту дискуссию, а с полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Telegram. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok